Вологодские поисковики приняли участие в международной поисковой экспедиции «Ржев-Калининский фронт», организованной Российским военно-историческим обществом. Экспедиция проходила в Тверской области на местах ожесточенных боев Великой Отечественной войны. И немаловажную роль в поисках пропавших без вести солдат сыграли члены Вологодского объединения поисковиков. К примеру, Анастасия Игорь Латохина, курсанты Вологодского института правоэкономики, в экспедиции ездили не раз, но именно здесь каждый из них нашел по своему первому медальону. Меня в мандраж бросило, потому что ты держишь в руках медальон и понимаешь, что в твоих руках судьба солдата, который 75 лет назад буквально поднимал нашу страну, защищал от фашистских захватчиков. И благодаря ему ты сейчас ходишь по этой земле, и над твоей головой мирное небо. Член Вологодского объединения поисковиков, командир отряда «Боевое братство» Республики Алтай, Александр Виллисов возглавил на этой экспедиции поисковое направление. И своего наставника молодые поисковики слушаются беспрекословно. И в первый же день поисков ребята столкнулись на небольшое захоронение, в котором находятся останки более 10 человек. Они в полной амуниции, единственное, не было только вооружение, то есть обвес гранаты, котелки, ложки, очень много зеркалат, патроны, то есть они все обвешаны были, ремни, то есть они все обвешаны, шинели, зимники шинели были застегнуты, у них крючки. Вот, ребята, продолжается работа, вот если вы будете снимать здесь вокруг, то есть продолжается поиск ям. По информации, которую нам наши коллеги, друзья из других регионов представили, здесь еще находятся таких не менее шести семья. И если мы их здесь найдем, а ребята делают все возможное, как бы группировка наращивается, как говорят военные, вот, ну и результат, я надеюсь, будет. После того, как поисковики сантиметр за сантиметром исследуют место, где найден боец и поднимут останки, важно определить пол и примерный возраст погибшего, какие травмы и ранения у него были. Эту задачу выполняют антропологи. Сейчас принято в документации, в официальной документации, когда поднимаются бойцы, обязательно определение пола, возраста человека. И, как мы уже говорим, бойцы, если даже мы не находим медальон, он не должен быть безымянным. То есть мы все равно должны конкретно представить человека, который погиб. Поэтому вот эта работа по определению пола, возраста, каких-то особенностей индивидуальных, это связано, может быть, и с зубами, и с травмами, которые человек перенес при жизни. Вот эти моменты индивидуальные, они могут подтвердить и идентифицировать еще дополнительно человека, если у него найден медальон. Если же нет, вот как в нашем случае, происходят варианты, когда в одной воронке или в одной яме перезахоронены несколько человек, в данном случае нам необходимо все-таки определить количество погибших и, конечно же, по возможности тоже соотнести останки каждого человека индивидуально. Всю информацию важно занести в протокол, ранее бумажный. Теперь на помощь поисковикам приходят современные технологии. Разработка этой программы была проведена Вологодским объединением поисковиков на средства президентского гранта в прошлом году. Это программа для мобильных устройств на платформе Android, которая поможет поисковикам заполнять протоколы, эксгумации протоколы раскопа, то есть те вот наши необходимые документы при работе с останками при подъеме бойцов на своем мобильном устройстве без использования бумажных вариантов. Сейчас у нас что происходит? Поисковики при обнаружении останков солдата должны заполнить, ну, как минимум, два документа. Это протокол раскопа и протокол эксгумации, то есть четыре листа А4 формата. Сейчас мы при использовании этой программы можем пользоваться только мобильным устройством, которое в конечном итоге приводит нам документ в ту форму, которая рекомендована Всероссийским информационно-поисковым центром, которую мы сдаем, вот принятую отчетность. В этом году в экспедиции в Сверской области принимают участие более 550 человек из различных регионов России, Литвы, Латвии и Казахстана. За эти дни им удалось найти и поднять останки более 180 солдат. Именно 11 из них установлены, но, веря, найденным медальоном и личным вещам. А на месте погибшего и найденного два года назад лейтенанта Левшенко была установлена именная звезда. Мы такие звезды устанавливаем в экспедиции Воронова постоянно, то есть на местах гибели опознанных бойцов. Уже у нас их достаточно много установлено, и вот по инициативе Александра Михайловича Виллисова, который непосредственно достал вот этот медальон Левшенко, мы сегодня установили такую звезду и здесь. Два года назад была найдена с помощью местных жителей яма. Яма была до нас копана кем-то как минимум в два, то и в три приема. Нос непрофессионально, везде, во всех отвалах были останки, валенки с ногами прямо лежали на отвалах. Мы сначала зачистили все отвалы и потом пошли вглубь ямы. Насколько я помню, 21 целый боец был и 99 останков, то есть останки 99 человек, но не полные, то есть так называемые доборы. Вот, и один из них был лейтенант Левшенко. Причем, что тоже получилось так, что именно в этом углу я работал. Мне надо было уезжать, идет шинель, карман, но она в стенке. И я археолог, я не могу копать под копан, я говорю, вот тут все, вот расширяйтесь. Начали расширяться, из кармана из этого как раз выпал вот этот медальон. Сегодня экспедиция в Тверской области завершилась. Поисковики разъедутся по домам, но работа на этом не остановится. Необходимо разыскать родственников солдат, чьи имена удалось установить, а также предстоит кропотливая архивная работа. А в следующем году поисковики со всей страны вновь приедут сюда, чтобы продолжить свои поиски. Ведь, как признаются сами участники экспедиции, это их долг перед теми, кто подарил им свободу.